Парламентская делегация во главе с визе-спикером Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым находится в Беларуси. Со вчерашнего дня после заседания межпарламентской комиссии армянские чиновники 12 июля прибыли в город над Богом, чтобы обсудить вопрос перспектив торгово-экономического сотрудничества и активизации двухсторонних отношений между Брестской областью и регионами Армении. Тема достаточно важная и актуальная для обеих стран. Потенциал, который имеется у регионов, не используется на полную мощь, а посему это вывод всех участников встречи в область полкома, необходимо предпринять шаги, позволяющие улучшить и ускорить этот процесс. По уровню прошлого года товарооборот составил 191 процент роста. За шесть месяцев 2013-го 136 процентов. Но это не те суммы, я еще раз скажу по второй цели, не те объемы, которые могли бы в нашей стране или наша область поставлять свою продукцию в вашу страну и вы наоборот в нашу страну. Мы вам в вашу страну экспортируем мебель, солод, оборудование для промышленного приготовления, вот именно спички, муку, ковры, напольные покрытия, лампы накаливания и другую гамму нашей продукции. Наши предприятия также приобретают у вас драгометаллы, которые отрабатывают, да, именно камень, обработанные для памяти ковидов, и такие вот вещи, которых у нас еще нет. Я думаю, что вот с каждым годом наше сотрудничество будет развиваться и наши связи будут укрепляться. В Армении придает очень большое значение развитию этих отношений, и я должен заметить, что мы сделаем все для того, чтобы эти экономические отношения развивались. И в нашей делегации также находится председатель торгово-промышленной палаты Армении Мартин Сарксиан, кстати, он сейчас ведет в Минске у него встречи. И также по прибытию в Армению я встречусь с губернатором, с губернатором Аравской области для того, чтобы передать те предложения, которые задал ваш губернатор, уважаемый губернатор, и после этого мы уже перейдем к делу. Эдуард Шармазанов подчеркнул, что уровень белорусско-армянских отношений идет по нарастающей по всем направлениям. Большую роль в этом плане играют и заседания Межпарламентской комиссии, которая имеет большой потенциал для того, чтобы обеспечить взаимодействие и более динамичное развитие Брест как регион аграрный привлекает армянских бизнесменов. А потому обе стороны пришли к договоренности в ближайшее время провести армянско-брестский бизнес-форум, который даст толчок к более активным действиям. Я думаю, что Армения будет более активной здесь. И по предложению и губернатора, и вице-спикера. И у меня было такое предложение. Мы уже втроем уже обговорили о том, что в Бресте мы можем организовать бизнес-форум между армянскими и белорусскими бизнесменами, потому что Брест это и символизирует наши братские отношения, и символизирует нашу победу. Но хватит говорить, мы уже должны приступить к делу. Визиты должны быть более частыми. Каждый визит сделает большой плюс в сторону позитива. Если не бывает визитов, тогда и не бывает качественного будущего. Так что я думаю, что визиты должны быть не только между парламентариями, не только между чиновниками, губернаторами, но и визиты должны быть между торгово-промышленными палатами. И для этого один из хороших элементов может быть тот бизнес-форум, который мы можем вместе организовать в Бресте. Вторая часть визита не менее важна. Посещение армянскими парламентариями мемориала «Брестская крепость-герой». По словам вице-спикера Эдуарда Шармазанова, побывать на героической земле Бреста и не поклониться героям Великой Отечественной войны, среди которых немалые армян, просто непозволительно. Возложенные венки к вечному огню цитадели над Бугом, склоненные головы уплит с именами погибших армян – еще одно доказательство того, что память о героических земляках живет в сердцах двух народов. На встрече в областполкоме было озвучено предложение армянской стороны установить в городе Бресте памятный знак уроженцам Армении, погибшим на территории цитадели в годы войны. Мы сегодня поклонились и почтили память всех героев, всех наших вечных героев, потому что они вечные герои. И новое поколение должно всегда помнить, что мы живем, потому что они в 41-45-й победили фашизм. Спасибо. И разумно будет очень установить вот там этот знак ваш. Правда? Да, обязательно. Мы уже договорились. И обязательно этот знак, этот хашкар будет или надгробный камень, но обязательно какая-то символика армянская будет здесь, чтобы символизировало нашу общую братскую дружбу и общее будущее. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буг-ТВ.